Этот мотоцикл его владелец в шутку называет ребенком. Просто рождал свое детище тоже 9 месяцев, с ноля. Колеса двигателей, тормозная система от японских мотоциклов, заднее крыло от Урала, радиатор и печка от Лады Веста. Отдельная гордость процессор. Владимир его не только собрал, но и запрограммировал, научив буквально видеть двигатель. Если с ним что-то не так, процессор среагирует. В начале постройки я думал, что это будет выгодно и, наверное, будет проще собрать, чем купить. Когда я уже перевалил около 200 тысяч, я перестал считать, я понял, что, наверное, не особо это выгодно, просто интересно. Почти все выходные, все вечера после работы, то есть приходишь, идешь в гараж, работаешь. Кстати, байк Тулика отвечает и всем требованиям безопасности. В московской лаборатории проверили громкость выхлопа в соответствии нормам выброса в атмосферу, тормозную систему, габариты, светотехнику. Так что есть маркировка об успешной сертификации. Получить ее помогло наличие чеков. По ним определялось, что детали куплены и не являются самопальными. Запчастей, наверное, в нем от разных автомобилей и мотоциклов. Пытался заводской взять минимум, но также, чтобы можно было пойти, купить, поставить и долго не ждать. Самое необычное, это, наверное, система впрыска, которая также нами разработана, соответственно, спаянная, запрограммирована. И мотоцикл уже работает на собственной системе впрыска. Теперь «Мото-01», так его назвал папа Владимир, гордо ездит по тульским улицам. По итогам проверок мотоцикл признали результатом индивидуального технического творчества и зарегистрировали как транспортное средство. Байк стал действующим экспонатом в маленьком музее тульского мастера. Под это дело подошел обыкновенный гараж, а в качестве посетителей друзья и знакомые. Кирилл Титов, Андрей Сенчугов, Первый Тульский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова